От зелёного листа начало проявление жизни на земле. Когда Бог спустил Адаму Ему на землю, то Он всё дал им. И дыхание, и питание, и лечение. Всё с земли. И сказал Бог, вот я дам вам всякую траву, сеющую сене, какая есть у нас в всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий сене, вам сей будет пищу. То есть, ну, трава у них мелкие семена, яблони, груши, сливы, вишни. У них семя такое древесное, это нам всё в пищу. Понял? Так вот, я хочу сказать. Значит, флора нашей земли – это огромное, неистекаемое кладовое лекарственных средств. Только у нас в средней полосе 27 тысяч лекарственных растений. Люди умирают раньше срока, так как им недостаёт здравомыслие. 99% всех болезней происходит от неправильного и неестественного питания. И вот от этого неестественного питания страдают сердце и артерии. Каждая интенсикация оставляет свой след. Так вот я и говорю, не засоряйте свою кровь. Пусть ваш разум руководит телом. И вот от засорения у нас начинается сердечно-сосудистое заболевание. И ещё хочу сказать, растения имеют великое качество реально излечивать больных. Один учёный сказал, считаю чистым варварством продолжать болеть, потому что столько болезней, на которые ссылаются люди, нет ни одной, которая бы не излечивалась полностью травами 20 сортов. Ясно, Вась, да? Ясно. Вот. И рецепт из них довольно простый. Надо знать только свой диагноз. Мы потом дадим рекомендацию, как пить травы, да? Да. Так, ну давай перейдём к болезням сердца. Да, я думаю, начнём с аритмии. С аритмии, давай. Аритмии – это нарушение аритма сердца. Это нервозы сердца, поражение миокарды, клапанного аппарата сердца. Нарушение функции автоматизма синусового узла. Это мерцание преддверий и желудочков. И вот мы перепишем сейчас 20, примерно 20. Я вот делаю сборы. 15-20, не больше. Вот можно записывать. Острова, бояршник, валяяна, душица, зверобой, календола, пустырник, ромашка, семи укропов, пищелестник, бессмертник, шиповник. Вот эти все травы, которые я определяю при аритмии. Дальше, значит, записываю. Атеросклероз. Что это такое? Это хроническое заболевание артерии с развитием бляшек и расстройством кровообращения. Так, арария, арника, калина, кривохлебка, корень лопуха, мать-мачка, облекиха. Овес. Игоницкий орех. Ромашка. Сушеница топиная. Так. Или учерякок. Лимонник. Особенно учитывая, что помогает. Острова. Острова. Ну куда же без него. Угу. Вереск. Репешок. Поддорожник. Брусника. Лист брусники. Зверобой. Лист толокнянки. Радиола розовая. Мыльнянка. Так. И плоды. Плоды запиши. Калины. Рябины. Черноплодки. Дальше. Виета сосудистая дистония. Очень часто бывает. Угу. Это нарушение кровообращения. Со стороны нервной системы. Это переутомление. Отрицательные эмоции. Индокринные дисфункции. Психогенная реакция. И различные стрессы. И бывает от этого. Часто боли в сердце. Записал? Угу. А теперь давайте. Какие травки? А какого вида боли в сердце? Колющие? Да. Колющие. Но это не написать. Любые там могут быть. Значит будет. Сердцевиение. Угу. Понятно. Периодически артериальное давление повышается. Вот люди часто жалуются. У них скачащее давление. То нормально бывает. То нервничает. Высокое давление. Так. Периодически артериальное давление. Нарушение тонуса. Мелких сосудов и капилляров. Угу. Жаль. Потливость. Слабость. Эти вот все признаки. Биета. Сосудистость. Дистония. Угу. Так. Травы. Пиши какие травы. Хмель. В основном успокаивающие. Мята. Мелисса. Тмин. Бояршник. Валеряна. Мать-мачка. Зверобой. Пустырник. Чернобыльник. И. Юзник. А по поводу сушиенцитопеной. Слишком акцентированная? Ну. Она больше всего снижает давление. Да. Ладно. Хватит. Угу. Так. Теперь запиши гипертензию как лечить. Так. 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 Это гипертония приводит к мозговому инсульту. Инфаркт миокарда. Приводящий к смерти. Угу. А теперь запиши какие травы. Пиши острогам. Барвинок малый. Вздутоплодник. Шлемник байкальский. Амела белая. Сушеница. Бояршник. Черноголовка. Черноголовка. Угу. Действие у них вот у всех седативное и кардиотоническое. Угу. 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 Уздят. Ужимания. Ужимльение. Эта. Ужимай. Ужимая. Айр болотный, алоэ, алоэ, береза, лист березы, бессмертник, зверобой, земляника, малина, мята, милиса, пижма, поддорожник, рута, чернобыльник, крапива, тысячелистник, шалфей, шалфей, шиповник. Цветы или плоды? Шиповник. Он почти во все сборы идет, потому что он очень богат витаминной цели. Я у всех сборы предлагаю шиповник. Значит плоды. Теперь инфаркт миокарда. Сейчас тоже часто это думаю. Так пиши. Душица, поддорожник, мята, лист сены. Это чего такое? Мята записала? Ромашка и тмин. Семена тмина. Так. Ну вот так. Теперь давай запишем. Ихшемическая болезнь сердца. Очень часто. Это острое и хроническое поражение сердца. От уменьшения или прекращения доставки крови к миокарду. Доставка крови к миокарду. Записал? Из-за атеросклероза корональных артерий. Сюда же относится стенокардия. Вот сейчас я чуть-чуть недостаточный. Когда бывают отеки, значит три отеков. Листь березы, хвост полевой, спорыж. Листь березы, хвост полевой, спорыж и корень пылея. Очень хорошо снимает все отеки. Сердечное прославление. Так. Угу. Бояришник. Боярияна. 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 Донник душится. Боярияна. Боярияна. Зверовой. Календула. Цвет липый. Мята. Пустырник. ромашка, синий укроп, фензий. Синий укроп? Синий укроп, да. Хвощ, бессмертник, мята, бузины черные, цвет бузины черный, тысячелистник, кукурузный волос и почки белые. Ну вот это все. Часто бывает кардионевроз. Что это такое? Это истощение нервной системы. Нарушение равновесия между возбудителем и тормозным процессом. Так, у вас это чаще всего бывает... Слышишь? Это чаще всего бывает от эмоций. Эмоционального дисбаланса? Да, да. И тебе надо эмоции укропить. Эмоции алкоголь, табак, кофе, они все возбуждают. Мужчины чаще всего невроз сердцем страдают. Ну а травы идут обычные, так и запиши, обычные сердечные травы. Дальше, значит, у вас бывает еще дистрофия миокарда. Это когда клетки сердечной мышцы подвергаются изменению, приводящие к нарушению функции сократительной возбудимости. Так, теперь травы, ты нам перейдем на другой лист. Тут. Аир. Аир. Аралья. Аралья. Бессмертник. Бессмертник. Валяяна. Бузина черная. Спарыш. А путина черные плоды или цветы? Цветы. Душица. Зверобой. Цвет липы. Мята. Они много цареются. Так. Мята. Тыщелистник. Хвощ полевой. Календула. Крапива. Календула. Крапива. Поддорожник. Ромашка. Фенхель. Семена фенхеля. И хвощ полевой. Семена фенхеля. Семена фенхеля. Да. Вот все. Теперь миокардиты. Вот что это такое? Это изменение миокарда с воспалительным процессом и нарушением нормальной работы. Так. Это вот бывает трудноизлечимой красной волчанкой. склеродермия. Ревматозный артрит. Прям даже так? То есть сходное заболевание? Да. И бывает еще. Это миокардиты тяжелые. Бывает инфекционный. Вирусный. Так. Дальше теперь. Недостаточность кровообращения. Спеши. Недостаточность кровообращения. Да. Почему? Бывают руки, ноги холодные. Недостаточность кровообращения. Это... Что это такое? Это перегрузка сердца и его отделов. Это метаболическое нарушение миокарда из-за инфекционных заболеваний. Из-за инфекционных заболеваний. Эболиб, ангена, минидит. Медикаменты. Плохие есть очень. И таблетки. И токсические факторы. Все возможные отравления. Теперь запиши, какие там. Лист березы. Хвощ полевой. Арника. Очень какая-то замечательная твоя арника. Баяншник. И листья почечного чая. А что это за трава? Какое еще такое название? Почечный чай. Он у нас не растет. Там не встречалось? Я как-то так... На Калкаде здесь его есть. Так. Ну, еще два заболевания. Недостаточное кровообращение хроническое. То есть люди как бы привыкают к этому мнению. К недостаточному кровообращению. Это когда работа с сердечно-сосудистой системой не обеспечивает потребности организма в кислороде. Кислородное голодание. Сейчас у нас в Москве очень много людей с кислородным голоданием. Значит, это что это такое? Это ИБС. Это гипертония. Ревматизм. С пороками. Цирроз печени. И бояться этой шемической болезни сердца. Знаешь, да? Угу. Вот травы теперь записывай. Лисперезы, наверное. Ты вообще их уже должен знать наизусть. Сердечные травы. Двадцать трав. Это не трудно запомнить. Не трудно, да. Так. Валлияна. Пустырник. Чернобыльник. Чернобыльник? Да. Бессмертник. Угу. Так. Бузина черная. Дверобой. Бузина черная цветки. Цветки, цветки, да. Дверобой. Мята. Мелисса. С Париж. Календула. Цвет липы. Каж белье. Цвет лип. Душится. Извиняйся. Поддорожник. Почки березы. Авандаш. Что про него скажешь? Я, Вася, он немножечко ядовитый. Да, он токсичный. То есть, нужно аккуратно дозировку делать, я его не включаю. И последний порог к сердцу. Это недостаточность нейтрального клапана. Так, а теперь пиши, какие причины, от чего он недостаточный. Бывает. Бывает даже граждённый. Так, печень. Айматизм. Атеросклероз. Травма. Инфекционный эндокардит. Системные болезни соединительной ткани. Как эндокардит. Кардит. Теперь, значит, к этим запишу. Что это, как это ощущается, порог сердца бывает у людей. Чтобы ты знал. Это бывает сердцебиение. Это надо, подробные врачи должны всегда обследование сделать. Боли в сердце. С кровохлажками. С кровью. Отёки на ногах. Акроциноз. Увеличение печени. Набухание шейных вен. Метральный стеноз. Это сужение устья аорты. Недостаточно склапана аорты. Травы обычные. Сердечные. Вот всё. То есть это получается чернобыльник. Обычные сердечные. Напиши и всё. Травы. Угу. Ну, тебе знаешь, какие травы сердечные. Да. Вспомнил. Ну, всё. Вот. Ну, давай ещё вкратце поговорим про историю фитотерапии. В IV веке был Пантелеймон, великомучник, целитель Пантелеймон. Он тогда отмыл 700 трав. И лечил травами. И когда он ушёл, все травки склоняли передние головки. Это великий и святой. И вообще было раньше 12 святых, которые лечили травами. Это вот Агипа Печорский, Дамиан. Я вот забыла сейчас перечислить их всех. Вот. Потом, значит, уже более поздние века были знаменитые Гиппократ, Гален. Вот этот был Алицена. Угу. Потом был великий учёный. Учёный его назвал. В Петербурге Платен. И вот последний, очень хороший был врач у нас. Он академик Амосов Николай Иванович. Вот он отошёл, наверное, лет 20 тому назад. Он был знаменитый академик в Киеве. Да, про Ковалёву можно сказать. Она тоже старалась. Ковалёву Нин Юрьевну, да. Вот она лечила, министра лечила. Она знала тоже. У неё опыт больше, чем 100-летний опыт в травочевании и травме. Был у неё прадед крепостной лекарь. Отец, дед. И она лечила эту травму. Это, вот она отошла к Абузску до 76-х годов. Угу. Ну, много, потому что было. Насаль был. Нам ещё про Западных можно про Локера сказать. А? Про Локера кто ещё был, если на Западе? А, вот на Западе. Телден, Локер, Алиса Чейц. Одизмин. Много было. Ну, врачей очень много было. То есть, на самом деле, это такое культурное явление. Болезни сердца и сосудов – это самые распространённые заболевания, которые встречаются в нашей клинической практике. Причина заболеваний сердца – неправильная диета и неправильный образ жизни. Вот. И поэтому, чтобы вообще многих, практически всех болезней. Поэтому, чтобы не болеть, надо заниматься профилактикой самой юности. То есть, прямо со школьной скамьи. То есть, я, конечно, как юное поколение могу сказать, что хочется всяких радостей жизни, но, в общем, надо устраивать себе профилактику. Это будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова